Днепр 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 Демовоследователи предполагают, что ему кто-то помогал. Также Троян утверждает, с тяжелыми ранениями Пугачев смог добраться домой. Позже он сам поехал в больницу, где зарегистрировался под другой фамилией. Так кто же стрелок, от рук которого погибли двое полицейских в Днепре? Экстернадовец, ранее судимый, находившийся в розыске, Александр Пугачев. Что в нем известно еще? Подробности в следующем материале. Итак, Александр Пугачев, вероятный убийца полицейских в Днепре. Сегодня в военной прокуратуре нам подтвердили, человек с таким именем и фамилией проходит по делу Торнадо. Его обвиняют по тем же статьям, что и остальных задержанных. И он один из тех, кто находится в розыске. Но утверждать, он ли стрелял в патрульных, там пока не могут. Если же это так, то Александр Пугачев с позорным ГАМИ был правой рукой командира роты Торнадо Руслана Онищенко-Абальмаза. Печально известный батальон когда-то входил в состав МВД. Сегодня о его тяжких преступлениях знают все в Украине и за ее пределами. 11 бойцов и комбата Онищенко находятся в СИЗО. Обвиняются в тяжких преступлениях, таких как создание преступной группы, пытки, изнасилование неестественным способом. Эти кадры следственных экспериментах ужасают. Суды над торнадовцами проходят в закрытом режиме. Иногда к зданию приходят активисты, которые считают подозреваемых защитниками и устраивают потасовки. А вот видео, которое обнародовали сами работники суда. На закрытом заседании в Абалонском райсуде Киева торнадовцы откровенно угрожали судьям и свидетелям расправой. Многие торнадовцы еще до того, как вступили в батальон, имели судимость, в частности Пугачев, за изготовление и распространение наркотиков. А комбат торнадо Онищенко судимый неоднократно. И судя по заявлениям сослуживцев, лжать. На этом видео уже арестованный Руслан Онищенко в СИЗО дает интервью, где рассказывает о своем героическом прошлом. Так как всю жизнь я занимался спортом, меня заметили, выделили и взяли в разведесантную роту. Количество нашей роты было всего лишь 100 человек. Также наша рота стояла на боевой ванхоле, куда мы ходили два раза. Но, как оказалось, большая часть его рассказа – ложь. Это подтверждает офицер, который когда-то служил в этой бригаде. Первая же фраза, которую он говорит, что он служил в разведроте, где было 100 человек. Но в разведроте 26 человек. Дальше Онищенко заявляет, что во время своей службы он два раза был в Анголе и был ранен. Но в Анголу подразделили часть морской пехоты балтийская. С 1963 года до 1988 был последний дальний морской поход. Он пришел через два года, никак не мог. Сегодня те, кто формировал батальон «Торнадо» и давал в руки бойцам оружие, стараются об этом не вспоминать. Вот старое фото, которое можно найти в сети. В центре – Антон Герасченко, советник министра внутренних дел Арсена Авакова. Рядом тогда еще нардеп Борис Филатов. Рядом – Онищенко и Пугачев. Это фото было сделано во время присяги бойцов новосозданного батальона перед Днепропетровской облгосадминистрацией. Как они вообще попали, кто их подобрал? Вопрос к министру МВД. Вопрос к Герасченко, который Антон Герасченко был непосредственным куратором создания батальона «Сахтерск», значит, вместе с Корбаном. О чем до этого об Альмас не раз говорил, что их курировал Антон Герасченко. Сейчас Герасченко не знает фамилию Пугачева. А вот еще один советник главы МВД Зарян Шкиряк, сразу после того, как стало известно о трагедии в Днепре, высказался за уничтожение убийцы. Цитирую, считаю, что при задержании этого урода нужно расстрелять, как шакала. Этой фразой Шкиряк вызвал волну возмущения в комментариях. Мол, если убийца полицейских, сам бывший подчиненный МВД, то, вероятно, уничтожив его, пытались скрыть то, что было ему известно. Но он выжил. Ждем известий о ходе расследования и о результатах допроса подозреваемого убийцы, который сейчас лежит на больничной койке в Днепре. Ольга Рыцар, Павел Исенко, подробности, телеканал Интер. Силовой десант в Днепре. Так какие заявления сегодня сделали в городе, который прощался с убитыми полицейскими? Следующий материал. Полицейские машины возле больницы Мечникова дежурятся вчерашнего вечера. Охраняют подозреваемого. Вчера по шраму на груди врачи узнали в нем своего прежнего пациента, Александра Пугачева, которого оперировали в 2014-м. Его оперировали в больнице Мечникова в 2014-м году, в июне месяце. Также извлекали пули из родной клетки, которая пробила легкая. И все эти шрамы остались. Они уже четко, по увиденному, звонили в полицию. Операция длилась 3,5 часа. А пуля 9-го калибра, которую перед смертью успел выпустить патрульный Артем Кутушев, в четырех местах пробила кишечник, зацепила печень и застряла в ребре. После такого серьезного ранения хорошо натренированный Пугачев почти 7 часов ходил по городу. А сегодня уже чувствует себя хорошо. Ясное создание. Отвечает, да, отвечает на вопросы. Сняли аппарат искусственной вентиляции легких в 6 утра. Я думаю, что в ближайшее время, я думаю, что к концу недели он уже будет вставать, ходить. Он может в всяком случае говорить. Задержать бандита вчера пытался вот этот человек, водитель маршрутки Валерий Тимонин. Своим автобусом, в котором не было пассажиров, он перегородил дорогу машине нападавшего. Тот начал стрелять и по маршрутке. Выпустил 8 пуль. Тимонину пришлось уступить дорогу. Сегодня мэр Днепра вручил водителю медаль, а глава МВД наградной пистолет Форт-17. Мы нашли его, Валерий Николаевич. Моим автобусом. Сам Валерий Николаевич о вчерашнем не может вспоминать без волнения. Он просто холоднокровно на глазах убил ребенка. Просто на глазах. Это все было на моих глазах. Поэтому я не выдержал. Сегодня стала известна и вот такая деталь. При себе Пугачев имел удостоверение участника боевых действий. Выдала документ управления милицией в Днепропетровской области. Дата выдачи 5 ноября 2015 года. Интересно, что за месяц до этого, 2 октября, полиция Киевской области объявила Пугачева в розыск. Если это документ, то есть подлинная информация, то этого могут быть две причины. Решение по выдаче ему УВД было принято очень давно. И это оформлено уже каким-то задним числом. Человек, который его выдал, то этот человек, это должностное лицо, а в МВД есть человек с такими инициалами, фамилией, именем. Вот. То этот человек таким образом совершил должностное преступление. На вопрос, как Пугачев мог получить удостоверение УВД, в то время как находился в розыске, советник главы МВД четкого ответа не дал. Назначена комиссия по проверке. Эксперт, специалист по вопросам подделки документов даст свое заключение. Если оно было настоящим, лица, которые его выдали, если они знали, что он находился в розыске, будут привлечены ко всем видам уголовной, административной и прочей ответственности. Если это удостоверение было поддельным, соответственно, нужно искать, кто его изготовил. Есть и еще одна версия, откуда у бывшего торнадовца, ранее судимого, за изготовление и распространение наркотиков. Такой документ. В интервью одному из сайтов, бывший боец батальона «Шахтерск», который служил в торнадо, рассказал, Александр Пугачев мог сливать информацию о батальоне правоохранительным органам. В июне 2015 года, когда торнадовцев расформировали, Пугачев якобы сбежал. А за то, что информировал силовиков, позже ему вполне могли сделать удостоверение участника боевых действий. Сегодня в Днепре представители всех силовых ведомств говорили о необходимости ужесточить наказание за неподчинение полиции. Я очень надеюсь, дорогие мои украинцы, что вы будете думать о том, какая нам нужна страна. Цивилизованная или бандитская страна, когда мы каждому полицейскому говорим. Не, не, что вы хотите, не проверяйте мои документы. Артем хотел проверить документы. И когда бандит решил, что он реально узнает, что он в розыске и реально рецидивист, то тогда уже начал стрелять. Этими словами глава нацполиции поддержала инициативу шефа. О ней министр Аваков написал утром, еще до поездки в Днепр, на своей странице в Фейсбуке. Министр настаивает на презумпции правоты полицейского. Иными словами, цитирую, сначала подчиняйся полицейскому, потом обжалуй. Мол, им нужно дать больше полномочий, чтобы могли защищать свою жизнь. Генпрокурор идею тоже поддерживает. Я поддерживаю министр внутренних справ в том, чтобы проглянуть закон и дать больше возможностей полицейским защищать свою жизнь. Держава должна иметь монополию на насилие. Что касается личности Пугачева, то была проведена дактилоскопическая экспертиза. Отпечатки пальцев задержанного в Днепре сравнили с теми, что были в базе данных правоохранительных органов в Торезе. И они якобы совпали. А вот на вопросы следователей Пугачев сегодня отвечать отказался. Мол, виновным себя не признает. Татьяна Авинникова, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Днепр. Вокруг инициативы главы МВД о необходимости презумпции правоты полицейского уже разгорелись споры. Многие эксперты утверждают, идея хороша, но пока не ко времени. Реформа МВД так и не завершена. Не проведена судебная реформа. Эксперты утверждают, новые полицейские, слабо подготовленные, во многих ситуациях попросту теряются из-за отсутствия знаний и опыта. Также вспоминают о пробелах переаттестации и восстановлении на должностях через суды многих, кто эту же переаттестацию не прошел. Вспомнить хотя бы громкие дела последнего времени. Это и убийство полицейскими, и жителя Кривого озера. До сих пор не раскрытое убийство журналиста Павла Шеремета. Ну и, конечно же, дело о поджоге нашей редакции. Напомню, на студию подробностей напали три недели назад. Есть видео с камер наблюдения, где зафиксированы нападавшие. Эти кадры мы передали в правоохранительные органы, а в наших эфирах подробно рассказывали о том, что удалось узнать о нападавших. Однако, дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Ну и вот, собственно, как инициативу Авакова комментируют политологи. Послушайте. Когда я услышал об этой инициативе, вспомнилось о плохом танцоре, которому все время что-то мешает. Господин Аваков, очевидно, следуя совету своих советников, пытается переключить центр внимания с действительно серьезных вопросов, на которые у него нет ответа. А именно, почему полицейская реформа ознаменовалась многократным ростом преступности. Как получилось так, что люди с криминальным прошлым получили звание, статус сотрудника правоохранительных органов, табельное оружие. И ведь это не единственное убийство, которое тянется за торнадо. Были и другие. Но, очевидно, пока такие себе патриоты были полезны Авакову, об этом деликатно умалчивали. Теперь скрыть это невозможно. Естественно, на фоне других репутационных потерь, новой полиции, это расстрел несовершеннолетнего в феврале месяце, это трагедия в Кривом озере. Вот этим людям господин Аваков предлагает дать презумпцию правоты. Спрашивается, поможет ли это справиться с преступностью. Мое глубокое убеждение, что нет. Идея с презумпцией правоты полицейского, она неизбежно может натолкнуться на конституционную норму о презумпции невиновности любого гражданина. А сам министр внутренних дел, он понимает все это. Но здесь он руководствовался скорее такими политтехнологическими мотивами, для того, чтобы увести дискуссию о том, что романтический период, вот этот период полицейской патрульной романтики, он должен уйти. И патрульные, которые пришли, новые, по-новому мотивированные, должны уже думать не столько о селфи, и о публичных, медийных, фейсбучных презентациях, а о том, что у них опасная работа. Нужно не заниматься разного рода предложениями, которые не пройдут в парламенте, которые очень сомнительные, а, в общем-то, сосредоточить все внимание общества и деятельность МВД на реальных проблемах, на анализы причин, почему так случилось. Не это самое главное даже. Почему никто не ведет разговор о том, что на самом деле один сотрудник МВД, хотя и бывший, Торнадо, убил двух других сотрудников МВД, а министр внутренних дел ставит вопрос об завинчении гая к обществу. Вместо того, чтобы принять на себя политическую и правую ответственность за эту ситуацию, какие-то принять орг-выводы, в конце концов подать в отставку, как бы это сделал бы любой другой министр в демократической стране, он нам говорит, давайте мы, наоборот, сделаем полицейских еще более сильнее. У нас огромное количество ситуаций, когда полицейские убивали людей и нести належащие ответственности. Полицейские постоянно демонстрируют низкий уровень правовой культуры. Усиливать их в нынешней ситуации, мне кажется, это абсолютно неправильно. Это просто увеличит количество жертв. Сколько оружия навручали самому главе МВД Арсену Авакову, его же подчиненные и Министерство обороны. На официальный запрос журналистов в интернет-издание «Украинские новыны» с просьбой предоставить информацию о том, сколько у Авакова оружейных наград, в пресс-службе МВД ответили письменно. Оказалось, эта информация одновременно и конфиденциальная, и служебная. А значит, в запросе журналистам отказано. Причем уже во второй раз. Ранее в МВД просили об отстрочке на 20 дней. В то же время в СМИ сообщалось, что Авакову неоднократно вручали наградное оружие ко дню его рождения. В частности, пистолет «Кольт» и так называемый гангстерский автомат «Томсо». Оппозиционный блок требует изменить меру пресечения Александру Орлову, руководителю Одесской городской организации партии. Сегодня его адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Приморского райсюда Одессы. Напомню, в пятницу суд постановил взять политика под стражу с правом внесения залога в размере 8 миллионов 600 тысяч гривен. Прокуратура подозревает Орлова в организации массовых беспорядков 19 февраля 2014 года в Одессе, когда он был вице-губернатором области. В ОПО-блоке это называют политическими репрессиями, мол, никаких доказательств причастности их соратника к указанному преступлению нет. А подоплека всего происходящего высокий уровень популярности политсилы среди населения и, в частности, высокие рейтинги нардепа Николая Скорика. В апелляционном суде адвокаты Орлова будут просить снизить сумму залога до 400 тысяч гривен. Доводы прокуратуры о том, что ему надо избрать меру пресечения в связи с тем, что он якобы может скрыться, воспрепятствовать установлению истины по делу, давить на свидетелей, не обоснованы и какими-либо доказательствами не подтверждаются. Ну а вокруг Одесского нефтеперерабатывающего завода очередной скандал. Люди, проживающие возле предприятия, сегодня на несколько часов перекрыли дорогу в знак протеста. Что происходит с НПЗ и почему его сравнивают с атомной бомбой? Подробности в материале Андрея Анастасова. Вот так два года назад одесский НПЗ переходил под управление госпредприятия Укртранснефтепродукт. С тех пор, говорят сотрудники завода, управленцы вывезли отсюда как минимум 70 тысяч тонн топлива, более чем на полтора миллиарда гривен. Потом утверждают, распродали в розницу по липовым накладным. Дело до сих пор расследует прокуратура. Вот кто привез машину, тот и увез эти нефтепродукты. Укртранснефтепродукту это выгодно, но меня интересует вопрос, а куда смотрят те, кто расследует это дело? Чтобы не дать вывезти оставшееся горючее, заводчане теперь контролируют подъезды к НПЗ, поставили палатки. Но на днях новый конфликт. Укртранснефтепродукт начал блокировать и работу частного предприятия «Энергия и газ Украина», энергоблок которого расположен на территории завода. Заварили ворота, сотрудников внутрь не пускают. Если это банка, даже на один-два дня захватит предприятие, они сделают с ним то, что они сделали с одесским НПЗ. Котельная энергия и газ Украина – единственный источник тепла для тысячи жителей прилегающего микрорайона. Опасаясь остаться зимой без отопления в квартирах, люди вышли на митинг. Кроме того, говорят, в случае аварии пожарные не смогут попасть на территорию, а ведь там емкости со сжиженным газом. Радиус поражения взрыва одной емкости 5 километров. На расстоянии 200 метров стоит 5 водородных буллитов, заполненные водородом. То есть взрывной волной снесет водородные буллиты. Это атомная бомба, которая находится сейчас в Одессе. Несколько раз митингующие вызывали полицию, но даже ей охранники не открыли дверь, ссылаясь на своего начальника, некоего Александра Рощина. Рощин ответил, мне все, типа, похуй. Есть у нас высшее руководство, все вопросы к ним. Отчаявшиеся одесситы перекрыли дорогу возле завода. У нас вынужденная мера. Полиция вообще не принимает никакого участия. Стоят в сторонке, пьют кофе. В случае, если наши требования не будут выполняться, мы готовы перекрывать бессрочно дорогу Одесса-Киев и добиваться справедливости. До сих пор мы бы не были услышаны ни правительством, ни правоохранительными органами. Пашинские вместе с Народным фронтом ставят ультиматум правительству, парламенту. И в случае не голосования так называемого закона о спецкостискации, а на самом деле возможности избавиться пашинскому от криминальной ответственности за вкратенные 2 миллиарда гривен на нефтепродуктах Курченко, так вот они сантажируют их выходом из коалиции и прекращение работы этого созыва Верховной Рады. Удалось ли протестующим достучаться до правоохранителей, пока неизвестно. Во всяком случае, на энергоблок работников по-прежнему не пускают. Мы отправили официальный запрос в Министерство энергетики с просьбой прокомментировать действия своих подчиненных. Ответ пока не получили. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Печерском райсуде в эти минуты решают продлевать ли меру пресечения экс-губернатора Луганской области Александру Ефремову. Двухмесячный срок ареста истекает послезавтра, 28 сентября. Заседание продолжается уже в 8 часов. Напомню, Ефремова обвиняют в сепаратизме и присвоении госимущества. Его адвокаты считают доказательства, собранные обвинением, необоснованы и Ефремова нужно отпустить. Прокурору ситуацию не комментирует. Вот это все мусор. Это все грубейшим образом нарушает требования закона. Это и способ собирания этой доказательств. Относимость их допустима. Я вам рекомендую, радуюсь в доброй службе вернуться к Генеральной прокуратуре после принятия решения. Закарпатский курортный городок Свалява этой ночью содрогнулся от взрыва. Неизвестные стреляли из гранатомета по ресторану. У полиции пока одна версия хулиганства. Марина Коваль подробнее. Снаряд запустили в окно второго этажа ресторана. Частично разрушена стена, вылетели окна. Пострадало даже соседнее помещение налоговой службы. К счастью, обошлось без жертв. Но взрыв слышали в радиусе нескольких километров. Местные жители до сих пор шокированы. Ресторан находится в оживленном районе недалеко от центра города. Где-то в другую ночь, 20 минут, что-то потужно. Слушайте, соседка мне звонила из лесокомбината. Соседка говорит, что сын позвонил. Мама, что там у вас, кажется? Там что-то бахнуло. Аж в лесокомбинате у того. Рестораном владеет частный предприниматель. Соседи говорят, комплекс открылся недавно. Сам же хозяин о своем бизнесе и причинах взрыва говорить отказался. Конкуренция хорошо, я их не запустил, но не на камеру. Ну давайте, здесь спины у вас выше. Не, 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 не требует ничего. Зато версии случившегося охотно выдвигают соседи. Полиции пока тоже точно не знают, кто мог обстрелять ресторан и почему. Прояснить ситуацию, возможно, помогут записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседнем здании налоговой инспекции. В полиции открыли уголовное производство по статье хулиганства. Взрыв не нарушил график работы налоговой службы. Все сотрудники на своих местах. Да и ресторан по-прежнему принимает посетителей. Хозяин закрыл поврежденную часть здания и оперативно делает ремонт. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. До конца октября из зоны АТО домой вернутся около 20 тысяч военнослужащих. Сегодня президент подписал указ о демобилизации военных шестой волны. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук. Петр Порошенко также отметил, что как только будет уволен последний военный из этой очереди, на фронте останутся только контрактники. Успокоил и насчет призывников по возрасту. Их заверил глава государства. В зону АТО отправлять не будут. Колонна вражеской военной техники зашла в оккупированный Донецк. Как сообщают в Главном управлении украинской разведки, зафиксировано и передвижение трех установок реактивного залпового огня «Град». А военные на передовой говорят, количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось. Они возобновили огонь из минометов запрещенного калибра. Ирина Баглай подробнее. Здесь, как нигде, наверное, ощутили приход дождливой осени. Теперь у бойцов задача не только успеть укрыться от обстрела, но и пробежаться вот по таким окопам. И не упасть. Под ногами болота, над головой вражеские пули. Стрелковое оружие армейцы уже в счет не берут. Этой ночью снова ощутили цену договоренностей с боевиками. Тут в ночи нас пригостили и восьмидесятками, и сто двадцятками. А сколько? И стрелковое оружие. Это было где-то до десяти приходов. Так что перемирие у нас одностороннее. Перемирие только мы соблюдаем. Огневые точки противника здесь уже знают наизусть. Но боевики используют перемирие, чтобы обустроить новые. В аэропорту полным ходом идет подготовка для подвоза пушек. ОБСЄ зафиксировала шесть выбухов, таких контрольованных промышлого характера, біля терминалу. Тобто розчищали, напевно, завали, с метою ввести звідти металлолом, с метою облаштувати позиции. Инженерная також в повный зрис неховаючость працює с тієї сторони. Только по звукам и зареву наши военные определяют, откуда стреляют наемники. Международным наблюдателям тоже приходится прислушиваться. Ведь к своим позициям боевики их, вопреки договоренностям, не подпускают. И тут же, посреди дня, террористы пытаются вступить в очередной бой. То, что говорит миссия ОБСЄ, где они назначают выходы, мы их також видим. Но с той стороны они не пускают на те позиции, где они просто не хотят, чтобы видели технику, которая не передбачена Минскими угодами. Интенсивность вражеского огня нарастает. Наши солдаты не теряют бдительности. Туман – идеальное время для прорыва диверсионных групп. Постерегаем, был туман, чтобы не подошел враг до нас поближе. Был туман, ему самое легче пройти. На нулевом рубеже украинские солдаты узнают. Президент подписал приказ о демобилизации. Часть военнослужащих готовы остаться и служить по контракту. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Подземная стена. Израиль продолжает укреплять границы с сектором газа и завершает разработку системы обнаружения подземных ходов. Это должно стать непреодолимой преградой на пути террористов, которые прокладывают туннели на территорию еврейского государства. Какие технологии при этом используются и почему строительство туннелей становится смертельно опасным занятием, расскажет Сергей Ауслендер. Еще во время последней войны израильское командование определило основную угрозу, исходящую из сектора газа – это тоннели террористов. Если с ракетными обстрелами благодаря системе «Железный купол» более-менее научились справляться, то подземные ходы были признаны стратегической угрозой. С их помощью Хамас планировал провести мега-теракт в израильских приграничных поселениях. Лишь вовремя начатая армейская операция «Несокрушимая скала» помогла его предотвратить. Тогда военные разрушили 35 туннелей, но выяснилось, что их значительно больше. Более того, сразу после войны Хамас начал спешно восстанавливать свою подземную инфраструктуру. То, чем вы тут занимаетесь, невозможно переоценить. Эта работа позволит нам избежать очень серьезной угрозы, с которой мы столкнулись два года назад во время операции «Несокрушимая скала». Теперь мы знаем, как с ней бороться. И это ваша задача. Сейчас на границе Израиль строит целую систему обнаружения подземных ходов. Она включает и специально разработанные сейсмические датчики, которые помогают обнаруживать подземные работы за много километров. И особые сенсоры, которые помогают находить в земле так называемые инженерные пустоты, то есть искусственно созданные человеком. Ходы и даже наблюдения с воздуха. Оказалось, что искать эти самые тоннели можно в том числе и с помощью беспилотников. Курирует работы лично премьер-министр. Стоимость проекта – полмиллиарда долларов. Мы понимаем, что это колоссальные деньги, которые пригодились бы в других отраслях. Но безопасность прежде всего. Мы осознаем угрозу, которую несут тоннели. И экономить на предотвращении такой опасности не будем. Помимо всяких электронных устройств, израильтяне используют и более грубые, более примитивные, но очень эффективные технологии. Попросту затапливают обнаруженные туннели водой. В обрушившихся ходах уже погибли десятки террористов. Те, кто выжил, рассказывали, что тоннели внезапно начинали заполняться водой. Как это работает, не разглашается. По-видимому, существует какая-то система подачи воды в те места, где обнаружена инфраструктура террористов. Примерно то же самое делает и Египет. Со своей стороны, на границе с газой, египтяне затапливают туннели Хамас с помощью воды из Мертвого моря. Такой способ придумали после того, как террористы начали прокладывать свои подземные ходы на глубине свыше 60 метров, чтобы обойти заграждение. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Но если израильтяне готовы буквально вгрызаться в скалы ради собственной безопасности, то в Украине стену на границу с Россией строят уже два года и пока без перспективы на то, что сооружение сможет стать преградой для вторжения. Напомню, на стену правительство уже потратило 460 миллионов гривен, но до сих пор работы по обустройству госграницы выполнены только на 12%. Пока вместо Евровала всего лишь забор из колючей проволоки, несколько вышек и кое-где противотанковый ров. В правительстве кивают на то, что достроить стратегический объект мешает нехватка финансирования, а в набор расследуют, куда ушли выделенные деньги. Военные эксперты вообще сомневаются, переживут ли недостроенные сооружения зиму. Главное телесобытие всей кампании в Соединенных Штатах уже через несколько часов пройдут первые президентские дебаты. Как все будет? Что дебаты могут изменить? И как к ним готовятся и Трамп, и Хиллари? Мой коллега Дмитрий Анопченко знает все детали. Таким этот зал видят немногие. Во время вечерней трансляции все должно быть идеально. А пока здесь поправляют декорации, на месте Трампа и Хиллари стоят дублеры, по ним выставляют свет. Операторская группа обсуждает самые удачные ракурсы. Попробуй только плохо с ними человека, который в будущем возглавит твою страну. И вот последние приготовления к шоу, которое вскоре увидит весь мир. До прибытия кандидатов остаются считанные часы. Публику, как видите, еще сюда не пустили. И все, кто могут находиться в холле для дебатов, это лишь телевизионщики до секьюрити, которых здесь очень много. Оказаться на дебатах – огромная честь. Казалось бы, в зале тысяча мест, но всего четыре отдали лучшим студентам университета Ховстра, где и проводят шоу. Чтобы попасть сюда, нужно быть очень важным человеком в компании демократов или республиканцев, или одним из спонсоров. А вот месту телеэкранов хватит всем. И организаторы в этот раз ожидают рекордную аудиторию. Сто миллионов человек в одной только Америке. Мы, конечно, рассчитываем, что будет поставлен рекорд. Но знаете, готовимся ведь одинаково, какая бы аудитория ни была. Мы тут и сами в предвкушении боя. А в том, что это будет именно бой, сомнений нет. Перед дебатами Клинтон опережает Трампа всего на 2%. И от того, чью сторону поддержат зрители, в этих условиях зависит так много. Хиллари готовится, как не готовилась еще ни к одним дебатам за всю свою карьеру. С ней сейчас работают даже над выражением лица. Как держать улыбку, когда соперник будет говорить что-то неприятное. Понятно, что она штудирует фактаж. Крым, Украина, внутренняя политика, медицинская реформа. Но помимо всего этого, учится еще и держать лицо, держать удар. А вот Трамп особо и не готовится. Мол, его опыт ведущего самых популярных телепрограмм и в политическом шоу, которым стали сейчас дебаты, не даст пропасть. Он проснулся утром, посмотрел новости и все. Конечно, команда напишет заготовки, ехидные подколки, чтобы уязвить Хиллари. Но в остальном он будет тем самым Трампом, к которому мы все привыкли. В образе, который и принес ему успех. Непредсказуемость. Пожалуй, главное оружие Дональда Трампа. Миссис Клинтон, наоборот, попробует взять спокойствием и рассудительностью. А вот как у них получится сыграть эти роли в главном политическом шоу страны, будут, конечно же, следить не только в Америке. Слишком уж высока цена, если для кого-то из участников премьера окажется неудачной. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Стрельба в американском Хьюстоне неизвестно открыла голь на улице по проезжавшим авто, ранив девятерых человек. Один из пострадавших в критическом состоянии. Самого преступника ликвидировали полицейские. Его личность не раскрывают. Известно, что это был адвокат, у которого возникли трудности в юридической конторе. Также сегодня стреляли в пригороде Парижа. Мужчина ранил двух человек на стоянке супермаркета. После чего бежал с места преступления и забаррикадировался у себя дома, но вскоре сдался правоохранителям. Полиция заявила, что случившееся не является терактом. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Еще одна народная республика. Кто вредно призывает создать Полесскую народную республику? И при чем здесь янтарь? Бракованная помощь. Почему бронеавтомобили так и не попали в зону АТО? И кто на этом заработал? Бронетанковая афера. Кто нагрел руки на закупки бракованных броневиков для Национальной гвардии? И сколько еще бюджетных денег может осесть в карманах аферистов? Подробности в материале моих коллег. Он должен был стать гордостью нации и спасением для бойцов в зоне АТО. Но сломался так и не доехав до места назначения. А с ним еще 9 таких же бронемашин ВАРТА-2. Купленных за государственные деньги для спецподразделения Нацгвардии КОРД. Вся партия 10 автомобилей оказалась бракованной. Этот боевик, знаете, это вот наскоро слепили из того, что было. И продали. Полмиллиарда гривен на ветер. Хотя нет, говорят эксперты, в карман афериста нардепа Пашинского. Именно с ним связывают компанию разработчика «Украинская бронетехника». Это видео 2015 года. Машины презентуют друзья Пашинского, секретарь РНБО Турчинов и глава МВД Аваков. Перед журналистами чиновники разыграли целую пиар-кампанию о достоинствах и преимуществах новинки. Эта машина качественно, лучше и, скажем, по всем характеристикам, превышает аналоги, которые поставлялись до Збройных сил, до Национальной гвардии. Ее вартность на полтора-два миллиона будет меньше, чем те, которые закупились протягом поточного року. Умолчали главные правоохранители тогда только об одном. Компания «Украинская бронетехника» до 2014 года называлась «Укрглавпак» и специализировалась на изготовлении пластиковой посуды. «Каким образом фирмы, никому неизвестные, переименованные, и до этого производящие, как вы правильно заметили, пластиковую посуду, могут заниматься производством серьезной военной техники, я не понимаю». Интересно также и другое. Договор с украинской бронетехникой надгвардия подписала на беспрецедентных и невыгодных для государства условиях. 100% предоплаты. Одним словом, магия, говорят эксперты. Ни одна страна в мире себе такого позволить не может. Максимум предоплата за комплектующие, а все остальное постфактум. На закупках вооружений тут Сергей Пашинский, главный военный менеджер. И по продажам, и по закупкам. Он назначил своего сына, 24-летнего юного менеджера, начальником отдела закупок УКР «Оборонпром». И парень 24 года распоряжается практически 5-миллиардным бюджетом на закупке вооружения на сегодняшний день. Отсюда такое и качество. Бракованную партию броневиков сейчас вернули производителю на доработку. Узнать причину возврата мы попытались у руководителей украинской бронетехники. Но из-за чрезмерной занятости их ответ придется подождать. Его нет сейчас. Я не знаю, что сейчас не будет, потому что он подъехал на Зустрич. Прояснить ситуацию не удалось и в Нацгвардии. Мы подали запрос в ведомство. В пресс-службе пообещали комментарии организовать завтра. Ясно одно, партия броневиков «Варта-2» не последняя. У Нацгвардии с украинской бронетехникой подписан договор на поставку еще 40 машин. Из госбюджета уже перечислили 286 миллионов гривен. И если эти бронемашины также окажутся бракованными, говорят эксперты, государство рискует остаться и без денег, и без техники. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Высший админсуд Украины перенес слушание по делу о переименовании Кировограда в Кропивницкий на 10 октября. На заседание не явился ответчик. Представитель Верховной Рады. Истец, а это одна из общественных организаций Кропивницкого, доказывает, решение парламента незаконно, поскольку перед сменой названия города в Раде не учли мнение жителей. Большинство же жителей Кировограда требовали переименовать областной центр Велесоветград. Украинский институт национальной памяти и Кировоградский городской совет, их представители явились. Фактически представитель города даже приехал за 300 километров в Киев, Верховная Рада, по непонятным причинам не явилась на заседание. К нам поступило очень много обращений наших членов организации и граждан. Все прекрасно понимают, есть закон о декоммунизации. Все равно должен быть город переименован, но они хотят, чтобы учли мнение общины, как должен быть переименован этот город. В Римненской области свои сепаратисты. СБУ задержала жителя областного центра, который распространял листовки с призывами создать Полесскую Народную Республику. Подробности установлена ли личность задержанного и есть ли у него сообщники в СБУ не раскрывают. Но моей коллеге Инне Белецкой удалось узнать некоторые детали. Какие? В следующем материале. Прямо в областном центре сотрудники контрразведки СБУ задержали 30-летнего мужчину. У него дома в шкафу нашли несколько сотен листовок, в которых жителей Полесья призывают объединяться в военизированные формирования и создать свою республику Полесскую Народную. И даже столицу, говорят, в СБУ выбрали райцентр Дубровица. Это один из самых богатых янтарем районов, известных и месторождениями, на которых до сих пор работают старатели с мотопомпами и громкими янтарными задержаниями. В частности, говорилось о том, что наша область много на Бурштин и лесах. Мы можем быть полностью независимыми от киевской власти. Почему приготовить Киев? А также давайте будем организовывать военизированные формирования и добывать свою независимость. Как вышли на распространители листовок в СБУ не комментируют, зато подчеркивают, задержанные теперь сотрудничают со следствием. В ведомстве обещают выяснить, кто стоит за идеей создания новой республики, хотя сама идея не нова. Ее давно активно раскручивают в соцсетях. В основном членами закрытой группы являются граждане соседствующих с Украиной стран. Тем временем борьба с незаконной добычей янтаря вяла, но продолжается. Сегодня в прокуратуре области сообщили, что завершили расследование и отправили в суд дело о получении взятки подполковником СБУ и руководителем одного из подразделений Госпогранслужбы. Напомню, те якобы закрывали глаза на незаконную добычу янтаря. СБУ задержало их еще в марте, но по решению суда оба внесли залог и вышли на свободу. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривная. Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за введение безвизового режима между ЕС и Украиной. За такое решение высказались 38 членов комитета, против 4 воздержался 1. Следующий шаг – одобрение Европарламента. Ожидается, что это произойдет на предстоящей парламентской сессии в октябре в Страсбурге. Последующими этапами отмены виз для украинцев станет рассмотрение вопроса сначала рабочей группой Совета ЕС по визовым вопросам, а затем постоянными представителями стран-членов Еврокомиссии и самим Советом ЕС. И как только что стало известно, европейские политики и общественные деятели осудили давление на оппозицию и независимые СМИ в Украине. Соответствующее заявление содержится в петиции примирения вместо репрессий, обращенной к президенту Украины. Она размещена на сайте оппозиционного блока. В петиции, в частности, упоминается и поджог редакции подробностей, и вероятный контроль крайних правых радикалов со стороны руководителей правоохранительных органов, а также нападки властей на лидеров оппозиции. Цитирую. «Призываем руководство Украины обеспечить права парламентской оппозиции и независимых масс-медиа». Конец цитаты. В Кале преткновение. То ли у президента Франции руки дошли, то ли выборы скоро, и приходится отвечать на требования граждан. Франсуа Иван сегодня приехал в джунгли Кале и пообещал, к Новому году здесь не будет ни палаток, ни самих мигрантов. София Гордиенко подробнее. Лагерь Кале. Головная боль для местных жителей, островок надежды мигрантов и отличная политическая площадка для государственных мужей. Не успел на прошлой неделе рассказать, что сделает с палатками Николя Саркази в случае своей победы, как Франсуа Аллант тут как тут. Взял с собой половину правительства. После круглого стола сделал жесткое заявление. «Мы должны полностью и окончательно разобрать лагерь». Аллант поблагодарил за работу жандармов, без камер встретился с местными властями и предпринимателями, но к мигрантам не пошел. Главное заявление сделано, даже дата названа. К концу этого года лагеря не будет. С точки зрения логистики снести городок, где 9 тысяч человек обустроили себе и кров, и дом, и даже мелкий бизнес – непростая задача. Нужны десятки грузовиков, эскаваторов, а также полицейские, которые будут ассистировать в начале операции. В марте прошлого года уже пытались демонтировать поселение. Мигранты встретили такой шаг без особого энтузиазма. Сейчас им снова предложат разъехаться по центрам миграции. Не всем такой план по душе. Ни за что. Я столько сил и денег потратил, чтобы добраться сюда. Даже не собираюсь никуда ехать. Хочу к своей семье в Британию. Местные жители тоже подозревают, что свято место пусто не останется. Даже если их развезут по всей Франции, через месяц они вернутся. Это уже было в январе. После той попытки приехало еще больше, чем было. Кстати, в 2002-м первый и единственный раз обитатели Кале забрались сами британцы. И теперь Франсуа Алан желает, чтобы Британия повторила свой подвиг и приняла участие в судьбе мигрантов. Ведь Франция со своей стороны делает все возможное, чтобы сегодня африканских путешественники не попали на острова. София Градиенко. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Где придумали безвредный и беспохмельный алкоголь? Где объявили охоту на инопланетян? И где взяли в осаду круизный лайнер? Об этом и только смотрите в нашем обзоре. На волне протеста в Венеции горожане на лодках окружили круизный лайнер. Размахивая флагами и зажигая дымовые шашки, местные жители не приветствовали корабль, а наоборот выражали свое недовольство. Мол, от волн больших суден смещается песчаный грунт и исторические сооружения могут просто обрушиться. Кроме того, громоздкие круизные лайнеры портят облик Венеции, закрывают горизонт и будто нависают над городом. Маленький принц не пожал канадскому премьеру руку. Кейт и Уильям, герцог и герцогиня Кембриджские, прилетели с официальным визитом в Канаду вместе с трехлетним принцем Джорджем и годовалой принцессой Шарлоттой. Королевскую семью встречали премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой. Несмотря на уговоры и попытки развеселить Джорджа, малыш так и не ответил на приветствие Трюдо. Неподалеку Лос-Анджелеса уже в восьмой раз провели международный чемпионат среди собак-серфингистов. Соревнования проходили в нескольких категориях. В самой сложной, где оценивали высоту волн, продолжительность заплыва и уверенность маневрирования на досках для серфинга победил лабрадор Бона, который прилетел в Калифорнию из Бразилии. В Китае, в провинции Гуджоу, начал работать крупнейший в мире радиотелескоп. Его диаметр 500 метров. Телескоп поможет астрономам наблюдать за движением молекул нейтральных газа в далеких галактиках, следить за пульсарами с рекордно высоким разрешением и разгадывать другие тайны Вселенной. Стоимость проекта 180 миллионов долларов. Для нормальной работы телескоп нуждается в абсолютной тишине. Для этого пришлось переселить 8 тысяч местных жителей. Без зависимости и похмельного синдрома. Американские ученые синтезировали вещество, которое в будущем сможет заменить алкоголь и избавит от похмелья. Специалисты говорят, что вещество может будет добавлять в алкогольные напитки, не изменяя при этом их вкусовых качеств. А еще синтетический алкоголь убережет от заболеваний сердца и печени. На рынке вещество появится не раньше 2050 года. В токийском аэропорту Ханеда вместо гидов работают роботы. Они встречают пассажиров внутренних рейсов, предоставляют информацию о расположении магазинов, кафе, парковок на территории аэропорта, а также помогают заблудившимся туристам. Электронный гид говорит на трех языках – английском, японском и китайском. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностью UA. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Индере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова